Три дня большого хоккея. В Ульяновске стартовало первенство мира по бенде среди спортсменов не старше 17 лет. Все матчи принимает Ледовый дворец Волга Спорт-Арена. Один из лучших на сегодня спортивных объектов не только в регионе, но и в России. Обычно после таких первенств или чемпионатов мира, по какому-либо виду спорта, существует переосмысление. И если чем больше идет чемпионатов мира или первенств в России, чем больше это транслируется по телевидению, тем больше детишек идут заниматься этим видом спорта. Пять сборных из России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана играют для болельщиков и за медали. Примечательно, что это второй крупный международный турнир по хоккею с мячом, что регион принимает за последнее время. Ранее в Ульяновской области прошел чемпионат мира среди взрослых спортсменов. Глобальная задача нынешних стартов не менее значима, чем тех, что состоялись три года назад. Сегодня это юноши, завтра это взрослые спортсмены. И они должны понимать, что соревнования и спортивные состязания это именно то, что должно сближать народа, а не разъединять. Календарь игр для участников очень плотный. За три дня фаворитам предстоит провести по шесть матчей. Сборная России стартовала. Как и подобает фавориту, уверен, обыграв сборную Финляндии и Казахстана. Особенно сильно смотрелись наши на фоне казахов. В ворота соперников россияне забили 22 гола, а пропустили только один. Если еще в начале игры что-то они пытались противостоять, но в дальнейшем уже просто не хватило сил Казахстану, скажем так. Поэтому на этом фоне, когда у нас много более квалифицированных игроков, чем у них, да, такой получился результат. В первых двух матчах дебютировали за сборную России два воспитанника ульяновского хоккея. Полузащитник Артем Милешин и вратарь Артем Багиян. Причем голкипер попал в команду в самый последний момент, заменив в составе приболевшего партнера. Однако общей картиной дебютант сборной не испортил. На ледовой площадке он провел полтора тайма и не пропустил ни одного гола. Конечно, чувство радостное. Я рад, что могу играть и тем более на домашнем чемпионате представить свою страну. Это же гордость. Впрочем, разгромные победы сборной России на старте первенства мира не должны вводить в заблуждение. Все главные встречи еще впереди. На второй соревновательный день предстоит принципиальный поединок против шведов. Главным конкурентом в борьбе за золото. Матч пройдет в Ледовом дворце Волго-спорт-арена в 14 часов. Вход для зрителей бесплатный. Михаил Росошанский, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.